В повестке дня больше десятка вопросов. В первую очередь депутаты обсудили пополнение городской казны. Курск дополнительно получит почти 2 миллиарда рублей. Большая часть из них – это помощь из областного бюджета. Средства планируют направить на содержание дорог и тротуаров, а также техническое обслуживание сетей наружного освещения. Кроме того, в новом учебном году родителям школьников не придется оплачивать охрану образовательных учреждений. На это тоже выделено средства. Инициатива принадлежит «Единой России» и руководителю регионального отделения Роману Старовойту. Он уже поручил Комитету региональной безопасности обеспечить школы квалифицированной охраной и тревожными кнопками. Данное поручение выполнено. Комиссия совместная, которая уходит МЧС, сотрудники Комитета региональной безопасности, сотрудники Росгвардии, МВД, провели приемку школ. Практически все школы готовы. Задача важная, потому что произошли ряд событий, которые нас беспокоят. Это и события Татартани, и до этого Керчи. Поэтому безопасность наших детей, учеников, школ находится на особом контроле губернатора Курской области. Однако главной темой встречи народных избранников стало обсуждение кандидатур на звание «Почетный гражданин города Курска». Депутатам предстояло решить, достоин ли его экс-мэр Николай Овчаров. Предварительно вопрос рассматривали на заседании комитетов. По кандидатуре Овчарова Николая Ивановича к нам поступило 11 ходатайств от общественных организаций города Курска и Курской области. Инициаторами выступили Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Курска и общественный совет города Курска. Без жарких прений не обошлось. Одни вспоминали положительные моменты в работе Николая Овчарова. К примеру, что при нем открывались новые детские сады, объекты инфраструктуры. Другие упирали на городские проблемы, так и нерешенные при нем. В конечном итоге за присвоение звания проголосовали 24 депутата, против четверо и еще двое воздержались. Ангелина Яхонтова, Сергей Малеев, Алексей Еременко. События дня.